И вот это все, кстати, мы проезжаем, это тоже аренда жилья, вот, можно снять в этих домиках комнаты. И такой вот вид на двор, мне очень нравится двор, смотрите, огромный двор, но вот этой штуки вчера не было. Просто, Руслана, если бы тут было молоко, то, наверное, я бы даже не пила его, да? Да, если бы я потихола даже привкус молока, я бы не пила это все. Ну, нормально, освежающий такой напиток. Ну, прикольно, что близко, вышел, е-мое, вот это жесть. Смотрите, как мы купаемся, чтобы вы понимали, потому что вещи оставлять, конечно же, на шезлонгах не хотим. Получается, это икона Шивы, мы специально вычитали Тали, ну, то есть Тхали, вот. У Русланы первое, это что у нас? Это чикен Кадали. Чикен Кадали. Всем привет, друзья, доброе утро, с вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет. И, друзья, мы только что проснулись, сегодня выселение с отеля, как и говорили, на одни сутки. Мы его арендовали, тут еще включен завтрак. За 25 долларов отель плюс завтрак, это все включено. Сейчас вот как раз пришли на территорию соседнего отеля и будем заходить в ресторан. И сегодня у нас снова переезд, покажем весь процесс, покажем, какое же жилье мы выбрали, сколько оно будет стоить и на какой срок. И также будет очередной полноценный выпуск с Индии. Будем показывать места и все, что с нами будет здесь происходить. Поэтому, ребят, усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, заранее нас поддерживайте лайком. И всем приятного просмотра. Погнали в ресторанчик и посмотрим, какие же здесь завтраки. Так, смотрите, у нас он получается эгг-хуржи, это омлет, я так понял. Потом умпа, умпа, это, а не, упма, это какая-то каша, да. Далее у нас лепешки идут, потом какой-то кефир, я так понимаю. Тут у нас самбар, а самбар это какое-то рагу, напоминает больше овощное. Потом меду, вода, пончики, чем они, непонятно, зеленью какую-то, может с грибами. И что у нас тут, какие-то соусы, это острые, помнишь, как у тебя приносили как-то? Потом всякие чили, соусы, перцы чили, лаймы, ананасы и арбузы. Так что киви сок, и что у нас дальше? Это чай кофе, да, масалати и горячее молоко. Потом я вижу сухари, печенье, чай, мюсли, вот эти всякие сухие быстрые завтраки. Плюс еще есть тосты и джем, да? И ракуисовая паста. Вот это ты, кстати, можешь, да? Есть мед еще, джем, просто масло, ну и тостер можно сделать толстым. Блин, слушай, скромненький завтрак, я не знаю даже, что и взять. Омлета возьму, наверное. Я толстым буду. А, и смотрите, вот эти зерна, помните, мне когда-то приносили вместе со счетом в ресторане? Я еще говорил, они сладкомятные. Ну, прикольная штука, тут их тоже можно взять. В общем, взял тарелку, сейчас попытаюсь что-то из этого выбрать. Ну что, все-таки из того, что было, я собрал, смотрите, огромную тарелку, что-то стол шатается. Вообще ресторанчик большой, смотрите, там можно сесть. Ну, по сути, для перекуса, для завтрака нормально. Жаль, что они вареных яиц не сделали, какую-то колбасу, либо сосиски. А так-то, смотрите, мы сели, получается, с видом на бассейн. И прямо находится как раз тот отель, в котором мы живем. Потому что тут два отеля в одной сети, я так понимаю. Ну, пользоваться можно как минимум территорией двумя отелями, если живешь в одном из этих. И давайте разберемся, что тут вообще в тарелке. Блин, стол шатается, еще и суп взял. Омлет. Это, я так понял, какая-то каша, напоминающая овсянку. Потом пончики, лепешки. Перцы чили в маринаде. И какой-то спайси, походу, суп. Русланы, поджаренные тосты. Это арахисовая паста, джем. Да, она, кстати, с орешками даже идет. Да. Надо было тоже взять попробовать, что-то я упустил этот момент. И плюс масло, чтобы мазать на тосты. Ну что? Арахисовая паста вкусная. Нормальная? Ну такая, как обычная, самая настоящая. Потому что арахисовую пасту, я думаю, подменить или испортить вряд ли можно. Но интересно все-таки попробовать вот это, что я взял, местное. Давайте продегустируем. Какой-то вегетарианский суп. Мяса тут нету, овощи, смотрите. Какие-то огурцы, как будто бы в солянке, слушайте. Ну, надо пробовать. Возьмем прямо вот так вот. Ого. Ой, как остро, слушай. Еще и карри. Ну, прикольный. Хороший, я же люблю острое. Прикольный супчик. Чисто на овощах, мяса нету. Ну, такой полезный супчик. Бульончик плюс овощи, я считаю, неплохо. И смотрите, вот эта каша, не знаю, овсянка это или нет. Видит она ужасно. Ну, хочу попробовать, мне тоже не очень аппетитно. Да нет, это не овсянка, смотри, какие-то зерна мелкие. Напишите, может кто знает, что это. Я названия говорил, которые были там написаны. Но мне эти названия ни о чем не говорят. Я бы такое не ела. Каша с нутом, с луком, с зеленью. Такая, типа, Руслана Кривиса. Думаю, что я ем какую-то гэ. Знаешь, она похожа на кашу, которую для свиней у меня бабушка готовила. Вот что-то похожее по цвету. Значит, скоро хрюкать буду. Короче, ладненько. Каша, в принципе, съедобная. Давайте омлет. Омлет, он идет тоже с овощами, с перцем, помидорами, зеленью и перцем чили. Погнали. Омлет хороший. Даже вкуснее, чем обычно вот это в отелях подают. Да. Тут еще специи добавили. Как всегда, хари. Потом чуть-чуть остренький. Ну, и что, какие-то пряности. Вкусно, вкусно. Не зря взял. Потом вот эти перцы чили маринаде. Интересно, сильно острые или нет? Я смотрю, прямо все гости отеля, ой, именно индийцы, набирают тут этих перцев полные тарелки. Представьте-то, насколько они любят острое. Ой, оно сильно острое. Надо лепешкой закусить. Ооо, действительно. Ой, с зернами внутри. Ооо. Может быть, этот пончик спастет. Знаете, хлеб помогает от острова. Надо попробовать. Мне кажется, он тоже без ничего. Ооо. Пожар с самого утра. Ну, хлеб. Обычный пончик с луком и зеленью. Ну, запеченный в масле, в фритюре. Ничего особенного. Прикольно, но, в принципе, поесть можно. Главное, что уже есть перекус. Тем более, у нас опять переезд. Опять тяжелый день. Так что, неплохо, неплохо. Сейчас же супчик поем. Это, в принципе, омлет. Все нормально. Еще, может, пойду чуть-чуть омлета доберу. И арахисовой пасты. Как у Русланы. Хочу попробовать. Я вообще в целом ее люблю. Но что-то забыл про нее. Так что, приятного аппетита. Плотно мы позавтракали. Я вам скажу, хоть выбор и не сильно большой. Но я наелся прямо от души. И я даже не ходил за добавкой, которую хотел попробовать. Арахисовую пасту плюс тост. Я ел, ел. А, я за омлетом еще разок сходил. Еще одну порцию омлета взял. Чили не поел, потому что на завтрак чили вообще не лезет. Острющее. Я не пойму, зачем его подают на завтрак. Чтобы прямо наостриться. И так супчик острый. Плюс омлет немного острый. Тут еще огромная гора чили перца. У нас еще есть час. Завтрак был до 10. В 11 чекаут. Сейчас будем собирать вещи. Смотрите, у нас там и куртки зимние есть. Все как надо. Как будто бы подготовились к Индии. Специально не разбирали много вещей, потому что отель всего лишь на сутки. Мы его арендовали лишь для того, чтобы найти здесь жилье в Калангуте. Это все мы рассказывали в прошлом выпуске. Я вам скажу, с вариантами жилья вообще как-то тухло. Говорят все, что сезон, что сейчас очень дорого. И много жилья, которое мы посещали для просмотра, было значительно такое грязное. Знаете, неопрятное, неуютное. А цены не дешевые, что самое интересное. И вот один из вариантов, мы вариантов 10 минимум вчера пересмотрели, который нам понравился. Находится возле пляжа Калангут Бич. И там приятная семья, живет. Номер большой напоминает немножко вот этот. Потому что мы заходили иногда в такие коморки, что там даже просто для просмотра, когда заходишь, развернуться негде. В общем, мы пойдем к этим людям. Там у них два варианта было. Посмотрим еще раз один, второй номер. И там прямо даже немного море видно. В двух минутах ходьбы от пляжа. Вариант неплохой. Для начала возьмем его на 10 ночей, как и планировали. Вчера еще вечером мы это обсуждали. А потом, может, какие-то варианты все-таки появятся, более приемлемые, либо интересные. Этот вариант неплохой. Но там единственный минус, это то, что Wi-Fi работает только на первом этаже. А наш номер на втором. То есть на первом этаже номеров нет. И чтобы, например, загрузить видео для вас на YouTube, надо будет спускаться всегда, а грузить видео обычно там два часа, три часа. И это надо будет сидеть, ждать, пока оно загрузится. Так что ладно, не будем загадывать. Собираем вещи, чуть полежим, отдохнем. И в путь, я надеюсь, что эти комнаты, которые мы вчера смотрели, еще не разобрали и не заселили туда каких-то других туристов. Ну что, друзья, активное путешествие по Индии продолжается. Кочевники в деле. Смотрите, что происходит. Куча вещей. Вот Руслана, вот рюкзак. У меня такой же рюкзак. Двигаемся. Короче, понимаем, что нам до пляжа идти именно в ту часть, в которой мы хотели арендовать комнату. Очень далеко, вещей много. И мы сейчас, наверное, выйдем на центральную улицу и попробуем взять тук-тук. Заплатим ему там пару соток рупий. Но пусть он нас лучше подвезет, потому что движ лютый, жарко. Рюкзак набитый, что у меня, что у Русланы. И плюс я еще с утра почувствовал, что я, походу, опять заболел гайморитом. Вы смеялись, смеялись. А у меня даже пшикалка в нос осталась еще с Дубая. Я ей пользуюсь. И прямо сейчас с утра запшикал нос. Теперь уже немножко легче. А так прямо с утра вообще не было чем дышать. А вы думали, ой, гайморит, гайморит, коктейли. Здесь в Индии коктейли я не пил. И все равно что-то похожее на гайморит опять начинается. Но заложен, чихаю. Короче, не знаю. Надеюсь, в этот раз не будет так жестко, как в Дубае. Потому что именно в Дубае я прямо мучился конкретно. У меня в носе был запах гноя. Ну и гайморит полным ходом длился. Тут пока что просто насморк. И чихаю. Не знаю, чем это все закончится. Вышли на центральную улицу. Сейчас он, вижу, прямо стоит тук-тук. Попробуем его сейчас попросить. Нашли тук-тук. Вот. Сейчас будем загружаться. А ну, разложи так, чтобы все удобно было. Я смотрю, места не сильно прямо много. С нашими сумками еще можно и не влезть. За 150 рублей. Договорились. Ой, блин. Вот это тут у нас вещей. Слушай, может, вот эту подними, а я себе под ноги поставлю. И ноутбук куда-то сзади закинь. Смотри, типа мини-багажник есть. Вот это у нас шмоток. Слушай. Я думал, у нас их намного меньше. Ну, рюкзак ай же там стоит. Все, залазим. Вообще, тук-тук это прикольная машинка для передвижения по Индии. Смотрите, один водитель и два пассажира вмещаются сзади. И это как раз вот центр Калангута. Немного вам покажу. Мы вчера заметили, что тут и пицца хат, и крокс есть, и много магазинов всяких. И я вам скажу, за 150 рупий это очень дешево. А шли бы мы тут, наверное, минимум, ну, минут 30. Плюс сумками по жаре. И вот это все, кстати, мы проезжаем. Это тоже аренда жилья. Вот. Можно снять в этих домиках комнаты. Но мы вчера смотрели, половина из этих комнат, они реально ужасные. Хотя цены реально завышены по полторы, по две тысячи рупий за сутки. Так что решили все-таки, как и говорили, на 10 ночей в этом месте, куда мы сейчас едем. А там уже будем ходить. Может, что-то интересное найдем. Может, по каким-то телеграм-группам. Вот тут, по-моему, мы тоже заходили. Вот эти красные дома и так далее. Смотрите, ехать немало, сколько я с вами говорю. И мы еще даже и близко к пляжу не подъехали. Слушай, надо, короче, такой тук-тук брать в аренду вместо байка. Да, и кататься. Да, и загружать кучу вещей можно сзади. Прямо, слушай, можно еще подрабатывать таксистами. Будут, короче, туристы просить такси, а мы еще будем оправдывать бензин. Подвозить, знаешь, там может тоже кого-то до отеля, до пляжа. Но вообще прикольная махина. Мы крайний раз катались на Шри-Ланке на таком тук-туке и в Таиланде. Но в Таиланде там еще были огромные. Вот, кстати, пляж. Не сильно прямо долго мы ехали. И где-то здесь уже находится то место, куда нам надо. Как всегда, мы приехали в какие-то дебри. Названия у этого места, где мы арендуем, нет. Мы запомнили примерно. И смотрите, он привез нас куда-то не туда. Мы вот выходим на пляж. Тут пляж, но тех апартаментов, которые мы вчера нашли, пока что мы не видим. Я помню, что они прямо недалеко от пляжа. Получается, вот спасатели, шезлонги, тут кафешки. И походу вот на следующем, да, может, повороте. На следующем повороте, скорее всего, вот тут где-то повернуть надо. И будет это желтое здание. Внешне я помню, как оно выглядит. Но именно по карте мы не смогли ему показать. Вот сюда мы потом выйдем. Смотрите, там кафешка, пляжик. Прикольная вообще атмосфера. Шезлонгов прямо очень много. И жилье прямо возле пляжа. Тут идти, ну, две минуты. Мы еще возле пляжа не жили в Гоа. Прямо вот так близко. Поэтому, я думаю, будет новый интересный опыт. Короче, что, заблудились, потерялись. Не можем найти этих апартаментов. Вот, куча вещей. Сейчас я постою с вещами, Руслана пойдет, да? Потому что ты вроде бы больше запомнила. Мне кажется, мы не в ту сторону, туда надо идти. Я так подумала. Ну, пройдись. Я тогда жду тебя. Пока посмотрю на пляжик и на волны. Вид, конечно, красивый. Ну, так жарко и с вещами совершенно настроения пока нету никакого. И, кстати, раз насчет гайморита мы опять заговорили. У кого есть похожие проблемы, хронический гайморит. У меня, наверное, он лет с 20 вечно меня мучает в основном зимой. Либо от холодного чего-то. Но я не пил уже ничего холодного. Может, кондиционер где-то продул. Не знаю. Начинается опять этот запашок, неприятные ощущения. Напишите, как от этого избавиться. Как это вылечить? Может, кто-то какими-то народными методами. Или какие лекарства принимать, чтобы это реально проходило быстро. Потому что, в основном, если гайморит начинается, то я мучаюсь неделю, полторы или две. И я не хочу ближайшие полторы-две недели. Как раз у нас съемки. Мы снимаем, ездим, все показываем. И чтобы мне гайморит этот мешал. Я был такой расстроенный весь, уставший. Так что, надеюсь на ваши советы. Напишите внизу. Возможно, именно вы мне и поможете. Ну, что, нашла? Нас правильно привезли. Это касса Джек был. Вы просто перепутали цвет. Там эта же женщина стоит. Эти же фотки я только что сравнила. Так, в смысле, а где тот двор большой? Ну, там. Он стоит спереди. Просто они расселили, что оно дувное огромное. Да, это не он. Это он. Это не то здание. Это то здание. Там огромное здание. Там прямо машинная парковка была. Это с другой стороны парковка. Так вот, как раз нам надо с другой стороны. Блин, если бы мы узнали. Короче, где-то тут. Ну, не знаю, пошли. По фоткам это то здание. Капец. Так оно желтое, это синее. Ну, по фоткам это оно. Ладно, берем вещи, пробуем. Вот это прикол. Блин, слушайте, такого еще не было. Ну что, друзья, поднялись. Мы уже на второй этаж заселились. Смотрите, у нас опять номер 103. В первом отеле в Морджиме был номер тоже 103. А в этом, что мы сейчас выселились, 104. И давайте я вам покажу комнату. Смотрите. Ну, это не отель. Это типа гестхаус. Мне понравилось, что здесь огромная кровать. Смотрите, двухспальная. Что номер светлый. В ярких тонах. Белый, красный. Я не люблю, когда синие стены. Потому что это напоминает немного старые подъезды. Я попросил стол для того, чтобы монтировать. Но мне принесли вот такой небольшой стол. Я думал, они прямо такой высокий принесут. Но мне кажется, надо будет на коврик или на полотенце садиться на пол и монтировать за этим столиком. Ну, ничего. Главное, что номер хороший, чистый. Смотрите, первый шкаф. Ну, это наши вещи все. Тут как бы может Руслана расположить свои всякие там причандалы. Зеркальце есть. Холодильник есть. Огромный, я бы сказал, смотрите, большой хороший холодильник. Это огромный плюс. Можно будет какие-то продукты сюда закинуть. С другой стороны номера у нас шкаф. Кстати, кондиционер не включен. С кондиционером дороже. Этот номер 12 евро в сутки. А с кондиционером уже 16 или 17. Точно не помню. Но зато есть вентилятор. Он хорошо охлаждает. Я думаю, кондиционер нам не понадобится. Смотрите, он даже на ремонте. Мне кажется, если бы даже мы брали с кондером, то именно этот номер бы нам не дали. А нам понравился именно этот вариант. Шкафчик. Тут Руслана закинула куртку. Очень много места. Вешалок, правда, нету. Не знаю. Может попросим, потому что, в принципе, дружелюбные хозяева. И стол принесли. И стул еще. Принесите еще один для монтажа. Мне для работы надо. Они вот принесли еще один стул. Тут, смотрите, у нас уголок типа кухонный. Можно, конечно, было бы сюда еще плиту попросить. Может, у них есть вот розетка, электроплиту. Там пару стаканов, краник. Это типа кухонный уголок. Не знаю. Возможно, сюда мы что-то еще придумаем. Либо чайник попросим. Ну, короче, тут неплохо было бы это все оборудовать. Ну, хорошо, что этот уголок есть. Как минимум, смотрите, номер из-за него намного шире. Есть еще тут одна комната за 11 евро в сутки. Так она вообще узкая. Там только кроватка и все, по-моему. Один шкафчик небольшой. А тут, смотрите, какое огромное пространство. И можно прямо разгуляться. Санузел. Санузел мне очень понравился. Смотрите. Новая плитка. Красная, белая. Прям идеально положили плитку. Нету никакой плесени. Раковина. Тут все как надо. Правда, зеркало какое-то грязное. Надо его чем-то промыть. Они как будто бы его, знаете, вот этим биде промыли и оставили пятна. И мы, короче, как только заехали, сразу вот тут забежала ящерка. Тогда у нас в отеле лягушка бегала по санузлу. Теперь будет ящерка. Надеюсь, что Руслана не будет бояться. И унитаз, и душ. Опять вот этот вариант индийский, когда нету огородки. Просто душ тропический. И прямо сюда вода льется, стекает вот туда. И если ты идешь просто в туалет, то вечно полмокрый. Это, конечно, огромный минус. Но во всех отелях мы видели именно такой вариант. Кстати, полотенце не принесли. Надо сейчас будет попросить. Потому что они не ожидали, что мы прямо сейчас заедем. Мы вчера как бы заходили к ним, посмотрели. Но не говорили, что мы придетим сегодня. А сегодня сразу пришли с вещами. И они обрадовались, я так понял, очень даже сильно. Огромная терраса. Тоже еще столик. Еще стул. Стул. В общем, стульев у нас и столов уже много. Они привезли такой же. Зачем? Если бы я знал, я бы даже не просил. Ну ладно, я думаю, не помешает еще один. Второй стул и продолжение террасы. Но это от санузла. Я думаю, в эту часть никто заходить не будет. Потому что нет смысла тут перелазить и так далее. И такой вот вид на двор. Мне очень нравится двор. Смотрите, огромный двор. Но вот этой штуки вчера не было. Надувают. Наверное, потом ее куда-то уберут. Либо она тут будет. Песочек, зелено, красиво. Там тоже это все. Апартаменты, пальмы. И смотрите, там даже магазинчик небольшой. Тут уже кафешки. И виднеется даже море. Вон прямо море. То есть мы выходим с этого дворика. Тут проходим 5 метров. И там уже бич-кафешки пляжные. Где можно купить какие-то напитки или еду. И получить шезлонг в подарок. Тоже какой-то отель Reflections. Ну в общем, вот море. Вот оно. Вышли и все. Камера еще немножко растягивает. Если я вот смотрю в реальности, то оно вообще тут рукой подать. Напишите, как вам такой номер. Пока что проплатили на 10 ночей. По 12 евро в сутки, как я вам сказал. Дальше уже посмотрим. Продлевать этот будем или другой. Единственный минус, что тут Wi-Fi только на первом этаже. То есть надо спускаться там на стульчик, садиться. Если буду видосы загружать для вас. Ну а тебе как в целом? Не, номер очень хороший. Ну и с теми же тема, что мы до этого смотрели, те были ужасные. Этот хороший. Поэтому мне здесь нравится. Мне нравится, что он просторный, что он цветный, что здесь не синие стены. Потому что во многих... И санузел, да, красивый? Да, потому что во многих таких апартаментах, которые мы смотрели, стены такие прям синие. Мне это напоминает сразу нашу первую квартиру у Киева, где мы жили на Вышгородской. Там были везде синие с... Санузле, да. Это был просто ужас. А вот тут как раз хорошо, светло мне нравится. Так что, друзья, будем располагаться, разбирать вещи. Ближайшие 11 дней, 10 ночей пробудем тут. А там уже время покажет, как получится. Обязательно напишите, как вам такой вариант. Если вы останавливались в Гоа, напишите, как вы искали жилье. Вот так вот просто ходили, как мы. Либо есть какие-то, может, лайфхаки, потому что мы, например, вчера устали. И самый лучший вариант, который мы нашли прямо возле моря, это, собственно, вот этот. Все, собрались мы, ребята, и вышли уже на пляж. Хочу вам показать, как выглядит со стороны этот гестхаус. Получается, вот он. Касса Джек называется, синий такой огромный гестхаус. Там на втором этаже сдают номера. И на первом, я так понял, живут хозяева, да? Тут семья живет. Ну, нормальные, приятные люди. Я думаю, с ними мы уживемся. Вот магазинчик. И смотрите, сразу мы выходим. Тут кокосы, бананы, все дела. Парковка. Кстати, есть парковка прямо на территории. Это так, чисто люди на пляж приезжают. Поворачиваем налево. И сразу вот дорожка на пляж. Можно, кстати, пляжные какие-то причандалы, смотри, прямо тут купить. Небольшой магаз. Я думаю, может, воды возьмем. Но мы хотим проверить лайфхак. Купить в кафешке возле пляжа и получить бесплатно шезлонг. Работает ли это вообще? Я думаю, что все работает, потому что везде писали, что это работает. И плюс, может, перекусим. Ну, на завтрак, в принципе, я плотно так поел. Наелся там каши, вот этих омлетов двойной порции. Вообще, атмосфера здесь прикольная, тихая, спокойная. Вот можно зайти в кафе будет, на ужин поесть что-то. Но на пляже, мне кажется, все равно будет дороже. Поэтому придется идти в центр. Но здесь вот эта дорога прямая до центра. Мы на тук-туке на ней ездили. Сколько там? Ну, минут 10 пешком. Да, где-то так немного вообще идти. Да, с того отеля, в котором мы жили перед этим, то тоже же мы пешком ходили минут 10. А тут мы живем возле пляжа. И это очень удобно. Ну, тут тапочки, смотрите, такие пляжные. Эти можно даже тату сделать, экскурсии купить. Вот, может, татуировку захочет прямо в Индии сделать. Интересно, насколько это тут антисанитария нормально. Вот мне интересно. Я думаю, что нормально. Да? Обрабатывают? Они просто бы не открывались. У них уже была бы куча ужасных отзывов. И они просто не работали бы. А салонов таких много, да, мы заметили по пути. Вот, смотрите, магазины пляжные. Прямо здесь можно купить и плавки, да. И вот сразу Джоли, Джек, Бич, Снэк. Возможно, где-то тут мы остановимся. Лодка. Помните, в прошлых выпусках мы тут ходили, бродили, искали жилье. А теперь мы уже полноценно оставили вещи и с хорошим настроением идем на пляж на легке. Что прямо очень нам нравится. Вот, смотрите, кафешка прямо на пляже. Можно присесть покушать. Мы там глянули, цены нормальные, да? Что там почем? Там и яйца, и лапша, и рис. Я посмотрела суп с морепродуктами, такой, как я брала вчера, стоит 200 рупий. Там же, где мы вчера брали в центре, так же самая стоимость. Рис с морепродуктами 300 рупий. Это тоже, в принципе, нормально. Ну, там 280 в городе. Суп бывает по 180. И, короче, вот эти шезлонги можно использовать. Мы купили воду, кока-колу. Я еще милкшейк взял, мультифруктовый. Мы тут с краю, смотрите, прямо остановимся. Единственное, что у нас нет полотенец. Надо было полотенца брать с номера, но я не хотел их брать, чтобы не запачкать. Потому что те полотенца сразу можно запачкать. Нам нужно купить глянные полотенца просто. Ну, я думаю, мы тут ляжем. Не знаю, вроде бы тут все пляжными ложатся, там песочек. Я не думаю, что чем-то можно заболеть от этих... Да нет, я думаю, что все нормально. Ну, там кто-то труселя прямо оставил. И смотрите, вот такой вот пляжик. Сейчас пойдем скупнемся. Я смотрю, прямо волны огромные, друзья. Флаг красно-желтый. Не знаю, что это значит. Ну, ветер немножко есть, но он теплый. Так что, в принципе, приемлемо. Сейчас выпьем по коктейлю. Немножко позагораем. И пойдем отведаем температуру в море. Смотрите, какая длинная береговая линия. И везде вот это кафешки. В любой из кафешек можно что-то купить. И бесплатно пользоваться шезлонгами. Руслана очень хотела позагорать. Как раз вот купили водички. И сейчас начнем это делать, да? Да. А вот и принесли милкшейк. Покажи, какая крутецкая подача. Прямо, смотрите, такой стаканчик с ананасом. Я взял микс фруктов. Не знаю, что там намешали. Но в основном тут манго, папайю мешает. Может, ананас, маракуйя. Что вообще чувствуется? Очень слышно папайю. Ага, значит, угадал. Ананас слышно. Ну, ананас вот как минимум на стакане даже. Он очень сладкий. Да. Он очень сладкий. Когда мы брали просто ананас, он был не такой сладкий. А тут, по-моему, сюда очень много разных вкусов. И они прям очень сладкие. Так, а что там, молоко или мороженое? На молоко не похоже. Больше все-таки похоже на мороженое. Просто, Руслана, если бы тут было молоко, то, наверное, я бы даже не пила его, да? Да, если бы я почувала даже привкус молока, я бы не пила это все. Ну, нормально, освежающий такой напиток. И как раз с видом на море. Сейчас тут немножко посидим. Я хочу отправиться на тест, чтобы проверить водичку. Ну, волны конкретные. Смотрите, прямо люди прыгают. Я не знаю. Я смотрю, многие местные купаются прямо в майках, в шортах, в футболках. Наверное, чтобы не сгореть. Потому что сейчас пик. Там он кидает теннисный мяч друг к другу по кругу. Кстати, помнишь, еще в Индии на пляжах популярный прикол был? Типа чистка ушей. Да, помню. Мне вот интересно найти такого чувака, который этим занимается, и заказать эту услугу, посмотреть, как он почистит уши. Мне кажется, мужчина, что посидим, и он сам подойдет. Да, я не откажусь. Но я слышал, что они как-то с под ногтей у себя выковыривают серу. И потом показывают, мол, ого, смотри, сколько серы я достал у тебя в ухе. И ты потом к нему опять обращайся, чтобы еще почистить. Ну, это мы как раз и проверим, если найдем такого человека. Ну что, настало время отведать водичку. Блин, так нос закладывают. Прямо капец. Я не знаю, может, на этой же арене немножко выздоровлю. Потому что в номере не хотел это обварить, но конкретно я пока это все дело выгнал, не смог нормально выйти. Я вообще думал, что останусь отдыхать, спать в номере из-за того, что приболел. Но как можно спать, если такой хрустящий песок арендовали апартаменты прямо возле моря, вот там? Вон, смотрите, синее здание сразу. Это уже наши апартаменты. И тут, кстати, песок намного чище, чем в Морджиме. Точнее, светлее. Там он был более такой темный, как будто бы, знаете, вулканический на Тенерифе. А тут прямо светленький такой песок, нету дымки, чистое море, волны. Ну, не знаю, водичка, кстати, отличная. Она не горячая. Такая, как в Морджиме. Я вот уже захожу и чувствую, что она такая бодрячая, слегка освежающая. Но она теплая. Руслана в такой воде будет купаться. Единственное, за что я переживаю, это что волны, чтобы сейчас не залило камеры, чтобы они меня не сбили с ног, пока я буду вам передавать эту всю атмосферу. И такая вот, смотрите, береговая линия, везде пальмы, зонтики. Блин, ну шатает немного. Когда заходишь, прямо мне кажется, реально упасть. Смотрите, какие волны местные купаются в одежде. Ого, вот это да. Ой, блин. Стараюсь заходить аккуратно, чтобы без происшествий. И там вон лодки. Хотелось бы взять. Ого, тут прямо на серфе надо кататься походу. Ого, ё-моё, вот это кидает. Надо, кстати, аккуратно, потому что немного подшатывает ноги, чтобы не начало затягивать внутрь. Хотя здесь же Аравийское море, а не океан. Это в океане, говорят, затягивает. Вот мы на Шри-Ланке были, там был океан. А здесь, по сути, море. Вот в этом заведении мы остановились, смотрите. В основном, я смотрю, тут местные всякие. Ну, прикольно, что близко. Вышел. Ё-моё. Вот это жесть. Да как тут можно заходить, если такое несется? Друзья, я прямо в шоке. Мы, когда в Морджиме были, то такой жесткой прямо движухи я там не замечал. А тут прямо по плечи стрёмно зайти, потому что может накрыть прямо с головой. Ну, вы сами видите, да, что происходит. Ого. Руслана будет такого, наверное, бояться. Да, я не хотел бы, чтобы она заходила, потому что она плавает так себе. Максимум пусть заходит по колене. Да, конечно, на серп-доске тут кататься самое оно. Я смотрю, люди всё равно, видите, плавают, заходят, прямо прыгают по волнам. Ну, они, конечно же, без камеры, потому им проще. Это мне сложнее, так как я её могу утопить. И больше мы с вами уже не увидимся в ближайшее время. Кстати, возможно, именно из-за таких волн поставлен красно-жёлтый флаг. Потому что, если бы купание было более безопасно, я сомневаюсь, что красно-жёлтый бы стоял здесь флаг. Ну, в принципе, покупался. Сейчас уже оставлю камеру, попробую поплавать. Прикольная атмосфера, что я вам скажу. В Калангуте по-своему классно, потому что тут большое количество вот этих всяких кафешек, где можно остановиться с шезлонгами. В Морджиме этого всего было меньше, и оно находилось намного дальше от береговой линии. То есть тут это метров 10, а там метров 100 надо было пройти. И там практически все эти кафешки были закрыты. Почему-то они опаздывают к сезону. Например, из пяти кафешек с шезлонгами только одна или две была открыта. Тут прямо зазывают, проблем с этим нету. Шезлонгов в каждой кафешке хватает. Так что я считаю, что вполне себе идеальный пляж и сам город Калангут. Потому что если вы живете возле моря, например, так как мы остановились, то до центра минут 10-15. Там большие супермаркеты, там банкоматы, инфраструктура, тук-туки, можно арендовать байки. Хорошее место, как для отдыха в Индии. Здесь идеально. Плюс всяких неприятных моментов, что там какие-то кражи или драки или еще что-то, то мы пока что здесь не замечали. В принципе, все тихо, спокойно. Нормальные местные жители. Никто не пристает, ничего от вас не хотят, не обманывают там на сдачу, на деньги и так далее. Так что в целом, я вам скажу, это место пока что для нас такое самое позитивное впечатление создало. Пригласил Руслану, чтобы она все-таки попробовала водичку и сказала, какая она теплая или все-таки холодная. А ну заходи. Смотри, какой тут светлый песок по сравнению с моржемом. Мне больше нравится, чем моржем. Да. Ну вода хорошая вообще. Хорошая? Отличная. Но она не горячая, да, согласись? Мне нравится, что всегда большие волны. Я помню, когда мы были на Шри-Ланке, там были похожие волны, они постоянно меня сбивали. И я помню, один раз вообще меня купальник стекел. Я вообще смотрю, купальника нет. И что, прямо сиськи выпали? Все выпало. А, там тоже выпало? Аккуратно. Оно по ногам немного дает. Я советую зайти максимум по пояс, максимум. Потому что ты и так накроешься чуть волной и освежишься, видишь? Сносит там. Сносит? А я же говорил тебе. И прямо тут такие волны только что были, как будто бы на сёрф-доске надо гонять. Слушай. А здесь есть школа по сёрфу. Да? Блин, я бы... Ой, блин. Смотрите, как мы купаемся, чтобы вы понимали. Потому что вещи оставлять, конечно же, на шезлонгах не хотим. Я две сумки на себя надел и пошел снимать впечатление Русланы про пляж. Мне нравится, что на этом пляже еще очень много разных пляжах, потому что вот этот лайфхак с зонками работает. То есть вы можете просто прийти, встать даже в обычную воду, и везде здесь находиться, что очень удобно. И мне нравится, что на солнце поворачивается, а не хоть тебе зонтик даже переставляет, чтобы ты не легал у солнца. Ну да, тут сгореть можно быстро. Я вообще не хочу загорать, если честно. Потому что мы и так ходим по улице, смотрите, везде солнце, а тут прямо под зонтиком идеальная прям атмосфера. Так что, ну что, пофоткать тебя немного? О, что? Кстати, это следует еще и 5 минут от Минак-Свеги-Шелланга. Там тоже такая длинная береговая линия, и там тоже такая же проживка будет в лесу. Зашли мы после пляжа с Русланой в отель, переоделись и вышли в центр. Специально засек время, 7 минут мы сюда шли медленным шагом. То есть за 5 минут быстрым шагом можно без проблем дойти. Тут, как всегда, движуха, байки, много людей, машины, все сигналят, друг на друга наезжают. Это, конечно, от Индии не отнять. Тут, когда берешь байк, то прямо ездить на нем в больших таких городках очень стрёмно. Потому что машины, здоровенные автобусы, это, конечно, напряжно. Если, например, в Мурджиме, то там, конечно, попроще. Хотя и там бывали случаи, что прямо заезжаешь на дорогу не одностороннюю, а там две машины просто разменуться не могут. И плюс ко всему еще и пытаются как-то разменуться байки. Смотрите, здесь даже есть небольшой торговый центр, брендовые магазины Puna, Levi's, Adidas, Nike, Krox, спортивный магазин. То есть, представьте, вроде городок не сильно большой, но есть даже такой типа мини-мол, factory outlet, то есть даже скидки какие-то есть по ходу. Можно прямо оригинальную одежду закупить. Я не думала, что такое вообще есть. А, еще была такая смешная ситуация, ну как бы не очень прям смешная. Узкая дорога, где должны разменуться как-то две машины. По обочине, конечно же, едут байки. И по центру еще идет стадо коров. Прикиньте, это вообще, это мега аварийная ситуация. Но здесь, в Индии, это все привычно. Они спокойные. Кто-то притормозил, кто-то кого-то пропустил. И, в принципе, разъехались без проблем. Но главное, аккуратно ездить здесь, если берете байк. Потому что гонять вообще не вариант. Надо аккуратненько. Кто-то случайно захочет выехать первым. И можно попасть в аварию. Так что, будьте всегда осторожными. Бензин тоже продается практически на каждом углу. Вот, смотрите, мы проходим такую точку. Можно купить бензин. Он стоит на 15-20 рупий дороже, чем на заправке. Но я не знаю, тут, например, я заправки не видел. В Морджиме, по-моему, вообще нет заправки. Здесь есть заправки, просто они находятся от центра. Там немножко нужно пройти. То есть, если вы выезжаете из города, заправка будет. Но если вот вам нужно именно в городе купить, то тут именно в своем центре не найдете. Тем более, они еще и байк дают пустой, да? Типа надо заправить. До заправки можно даже и не доехать. И сразу, смотрите, в центре Калангута находится индуистский храм. Мы на входе, конечно же, снимаем тапочки. И давайте вкратце зайдем, покажем. Это, кстати, маленький храм. Прошлый храм был побольше, который мы в Морджиме показывали. Только что заходили люди, делали прямо целый обряд. Брали такие палочки, поджигали. Он как-то по кругу ходил с этими палочками. Там потом подходил к вот этой части. Ой, шумно, слышите, как шумно? Прямо сигналит конкретно. Брал вот эти хлебцы, которыми нас угощали в прошлом храме. Что-то там было 6 штук. Сейчас я смотрю, нету. Они, походу, съели, да? По одному хлебцу. Там вот колокола. Ну, такой вот небольшой храм. Получается, это икона Шивы. Мы специально вычитали. Шива – это один из богов тоже, да? Это является в индуизме. Еще как-то оно связано с шовинизмами было написано. Ну, и тут тоже, смотрите, такие вот статуи. Это все индуистские боги, я так понимаю. И все, получается. Заходят, люди молятся. Я походку смотрела, что когда работает там у них праздник, вот эта маленькая стеклянная, украшена очень сильно, украшена очень многими такими фонариками цветными красивыми. Честно, наверное, никакого праздника нет, а поэтому ничего не украшено. Когда они отвечают, то очень красиво украшаются на экранах. Ну, я смотрю, там какие-то цветы в основном лежат, вон сверху там желтая, красная. Так что вот так выглядят небольшие индуистские храмы. Находится он прямо в центре Калангута. Гуляли мы, в общем, по центру, ребята, и поняли, что уже пришло время ужина. Тем более я приболел, сегодня планирую пораньше прийти в отель, помонтировать. И зашлите, смотрите, в такую вот кафешку, точнее ресторанчик индийский. Хотим в этот раз взять что-то национальное, потому что мы все время берем вот этот лапшу, там китайскую, рис. Ну, чекенберияни тоже национальное, но прямо что-то нестандартное. Вот, например, тхали Руслана предлагала, мы еще обсуждали в номере. Потом вот в каре что-то интересное. В общем, давайте сейчас сделаем заказ и покажем, что нам принесут. И как раз все это вместе с вами продегустируем. А вот, друзья, я принесли первое блюдо, которое я заказал. Это тхали, но он сказал тали. Мне кажется, правильно все-таки называть его тали. Тут у нас лепешка, рис, потом огромный кусок рыбы. Я так понял, это карри соус, это какой-то салатик, овощи и непонятный соус, похожий на вишневый кисель. Давайте попробуем это все как-то смешать и продегустировать. Как правильно есть, конечно же, я не знаю. Для начала я предлагаю все-таки взять вот этот карри и добавить немного к рису, потому что рис белый явно без заправки. Смотрите, теперь он у нас замариновался, или как это правильно сказать, пропитался специями. Давайте попробуем, что это вообще за рисок и чем мы его заправили. Ну, это карри. Не сильно острое, но такое со стричком. Но мне кажется, лучше бы они сразу заправляли. Было бы интереснее. Потом я хочу взять вот этот салатик, он вообще непонятный. Какое-то яйцо, яйцо, омлет, овощи. Похоже, с утра. Помнишь, омлет был? Да, помню. Вот. Да, яйцо. Короче, это омлет. Это омлет с жаренными овощами. Такой же, как я ел на завтрак. И давайте попробуем все-таки основную часть. Это, насколько я понял, рыба. Я надеюсь, я не ошибся. Да, это рыба. Да. Смотри. Это... Ай, что оно такое горячее? Это отбивная из рыбы. Вот. Это рыба в панировке, отбивная. Не, подожди. С рыбы отбивную не делают, ее просто умакают, да? И, походу, жарят в панировке, во фритюре. Пробуем. Очень вкусная. Криспи. Ну, как знаете, вот это наггетсы, только вместо курицы. Здесь рыба офигенная. Только я вот не пойму, типа, к чему это? Да, типа, вот так просто все вместе надо есть? Я думаю, что да. Вот лепешка, например, горячая. Ее надо наполнять омлетом. Или как? Или за ее поджарили. Вкусная. Вкусная очень. Может, сюда надо омлет? Омлет? Может быть. В рыбы добавить, типа, вот этот соус. Кстати, вот этот, покажи соус. Я так и не по нему, из чего. Давайте ложечку попробуем. Дай так чуть-чуть. Ой, не, это что-то кислое. Это какой-то уксус с непонятным послевкусием. Такое точно не хочу. Ну, в целом, рыба мне понравилась. Можно в хлеб это все, я так понял, добавить. Либо просто есть по отдельности, как и я. Я еще дам сейчас Руслане попробовать, и мы как раз скоро дождемся ее блюда. Пока я ел свою вкуснотищу, кстати, действительно вкуснотищу, мне понравилось, принесли уже Руслане блюда, но мы заказали вообще три блюда на двоих. Типа, Руслана выбирала вот это, а я выбрал тали, ну, то есть тхали. Вот. У Русланы первое, это что у нас? Это чикен катали. Чикен катали. Давайте попробуем. Это курица, запеченная в таком горшочке, и напоминает мне немножко жаркое, да? Да. По-моему, в разделе карри это все находилось, поэтому, скорее всего, курочка будет в соусе карри, с зеленью и с овощами. Там, смотри, аккуратно, может, кости будут. И острая, возможно. Да? Оно очень острое. Да. Я что-то не думала, что оно будет настолько острым. Блин, а я люблю, я попробую, слушай. Ну, вроде бы аппетитно выглядит. Курочка, смотрите, прямо в соусе. Попробовали бы вы такое или нет? Напишите. Мне, по крайней мере, внешне нравится. Вкусно, но острое. Да. И второе блюдо, друзья, это парата с сыром, чиз парата. Ну, Руслана любит у нас лепешки. Это типа блинчики с сыром, зеленью и луками. Я так понял, подаются со сметаной. Сейчас как раз она затестит. Очень вкусно. Немножко похоже на хачапури даже, чем-то по-мигрельски. А на обычный блинчик с сыром, Нет, отличается тесто. Вот тесто больше напоминает мне все-таки хачапури по-мигрельски. Вкусное, хрустящее. Оно тонкое и очень много начинки у него. Так что, ребят, будем сейчас это все поедать. В целом все вкусно. Сейчас поделим на двоих эти все блюда и в конечном итоге скажем, сколько мы за такой вот стол заплатили. Все, друзья, вышли мы из заведения. Я вам скажу, мы наелись просто от пуза. Вот эти три блюда, это я даже, честно говоря, переел. Ну, Руслана меньше съела. Я старался, как всегда, доедать за всех, да? И оно заметно так вкусно было, что весь рот в каре или в парате или в чем-то, мне понятно. Классные индийские блюда. Скажу вам, все три были крутые. Вот эти, кстати, тхали, там кинг фиш, оказывается, в чеке было написано. Блину и шумно сзади. Потом чиз парата, прикольно, это вот эти блины. Хотим еще взять момо или момо, не помню. Это типа индийские такие вареники. Уже в этом ресторане мы не нашли. Их в следующий раз мы их попробуем и, конечно же, продегустируем. И вы сейчас будете удивлены. За все эти три блюда мы заплатили 8 евро. Представьте, 8 евро за три огромные порции. Ну, блинчики, да, может, для кого-то это и мало было бы. Но все равно, считайте, за три порции 8 евро это очень хорошая цена. Плюс ко всему, мы на центральной улице находимся. Тут и туристов много и, как бы, цены не прям дешевые. Это не где-то там на отшибе. Так что, в целом, было все вкусно. Я думаю, мы в этот ресторан еще как-нибудь вернемся. И на этом моменте, ребят, мы будем уже заканчивать данный выпуск. Я очень надеюсь, что он вам понравился. И вы, как всегда, нас поддержите лайком, напишите свои комментарии, подпишитесь на канал и нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также подпишитесь на нас в Инстаграмы, потому что именно в Инстаграмах мы публикуем самую актуальную информацию в реальном времени. Ссылки на Инстаграмы есть, как всегда, внизу в описании под видео. И до скорых встреч. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока! Пока!